А теперь сказка для взрослых. Нашла я её на просторах интернета. Она мне очень понравилась. Хорошая такая. Называется «Мемуары Бабыки». Не знаю, кто написал, не знаю, кто. Я просто её пересказываю. Ну так вот. Добрый молодец появился у избушки на курьих ножках, как положено, ближе к вечеру. «Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом!» — проговорил он ритуально формулой и стал ждать. Избушка никак не отреагировала. «Слышь, избушка, кому говорю? Встань ко мне передом, к лесу задом!» — возвысил голос он. «Бестолку орёшь, парень!» — милыхалично сообщил крепущий голос из распахнувшего окошка. «Механизм всё одно сломан. Мужика-то в доме нет!» Добрый молодец глянул и сразу понял. Баба-яга — собственной персоной. Всё как рассказывали подробно. Подбородок острый, нос крючком, глазки маленькие и космы нечёсанные из-под платка. «Чучу!» — русским духом пахнет! — заунывно завела Баба-яга. Возведя глаза поверх головы, добра молодца куда-то в небо. «Эй, слышь! Не помнишь, как там дальше-то по сказке положено?» «Мне что ты не знаешь!» — удивился добрый молодец. «Да, знаю! Только скучно! Всё время одно и то же!» — пожаловалась Баба-яга. «Поживи-ка с моё в одной и то же сказке!» — да был в лухом лесу. «От тоски волка взвоешь!» — «Дык это...» — не нами сказка писана, не нами её и менять!» — почесал затылок добрый молодец. «Ну ладно! Чего там далее по сюжету вздохнула Баба-яга?» «В дом пригласить, напоить, накормить, в банке попарить, в банке, в баньке попарить!» — напомнила молодец. «Вот так всегда тяжко вздохнула Бабка-яга, исчезая из окна и распахивая дверь. Воспользоваться женской доверчивостью! Обольстить! Выпросить какую-нибудь вещицу волшебную, а то испереть!» «И сколько только вас видели! Альфонс и вы все!» «Я не такой!» — возмутился добрый молодец. «Я положительный персонаж!» «А я, выходит, отрицательный!» — саркастически усмехнулась Баба-яга. «Как помощи мне просить, так чуть не в присядку скачете!» «А как своего добились, так вас и видали!» «И потом сказки страшные про меня рассказываете!» «Мол, Баба-яга жуткая, да Баба-яга злая!» «Бабулечка! Да кто же вас обидел?» — озадачился добрый молодец. «Да кто меня только не обижал!» Безнадежно махнула рукой Баба-яга. «Ладно, проехали! Иди уже в избу! Че там?» В избе было темно и мрачно, хотя и чистенько. Чёрный котяра щурился с печи, пахло травами, которые в пучках сушились на стенах. «Говори скорее, че надо! Забирай и отчаливай!» В сердцах бросила Баба-яга. «Так это накормить, напоить, баньку истопить!» Растерялся добрый молодец. «Слушай, давай без этих условностей, а!» — скривелась Баба-яга. «Надоела! Че тебе дать? Волшебный клубочек, скатерть-самобранку, шапку-невидимку, меч-кладенец, коня богатырского! В общем, забирай и уматывай!» «Да поскорее!» «А чего это ты меня гонишь?» Вдруг возмутился добрый молодец. «Я, может, и просить у тебя ничего не стану, я, может, поговорить хочу за жизнь!» «Знаем мы ваши разговоры за жизнь!» «Еще больше раз озлилась Баба-яга!» «Только душу разбередите!» «Потом рыдай тут в гордом одиночестве, оплакивая загубленную молодость!» «Значит так!» — решительно сказал добрый молодец. «Где тут у тебя инструменты?» «Тащу!» «Тащи!» «Буду поворотный механизм чинить!» «И разговорно потом отложим!» Инструменты сыскались мигом. «Тебя как зовут-то, добрый молодец?» Смягчилась Баба-яга через недолгое время. «Иванушкой!» — отозвался добрый молодец из-под избушки. «Где же ты взялась куча?» «Где уже валялась куча отвинчанных деталей?» «Ты блинки уважаешь со сметаной или с мёдом?» «Да как подадите, так и употреблю!» — сказал молодец, продолжая звякать железяками. «Ладно, ладно!» — поняла. Кивнула Баба-яга и потрусила к печке. Вскоре избушка обрела прежнюю подвижность и крутилась налево-направо, как заведённая. А Баба-яга уже поливала из кувшина Иванушки на руки. «Ну, теперь и блинов можно!» — степенно, — сказал он, — вытирая руки поданным полотенчиком. За столом сидел прочно, ел вдумчиво и основательно. Не жадничал, но и не стеснялся. Баба-яга только успевала то сметанку, то метку подливать. Наконец Иван насытился, откинулся. «Ой, спасибо, знатные блинки!» «Даже у матушки родной таких не едал!» «И тебе спасибо, Иванушка, за одно о добром слове!» «Избушку вот починил!» «Да, за это уважаю!» «Погоди, бабуля!» «Прервал ее Иван, давай сначала баньку, а!» «Да уж затопило!» «Коля наелся, раз уж ты от сюжета не на шаг!» «Да бог с ним сюжетом!» «Уж больно я баньку люблю!» «Чего ж от удовольствия отказываться!» «Веники-то березовые есть!» «И березовые есть!» «И можжевельные!» «Похвасталась баба-яга, а я уж тебя в лучшем виде по спинке похлещу!» После баньки Иван сидел красный, распаренный, в чистой рубахе, а баба-яга опять поскучнела. «Стелить, что ли?» «Сурос», — спросила она. «Да я спать не хочу пока», — ответил Иван, внимательно глядя на ягу. «А чего сызного сердишься?» «От того, что каждый раз по одной схеме «корми вас тут, пои, в банки парь, спать укладывай, а наутро поминай, как знали!» «А потом позорите честную женщину на всех сказочных перехрестках!» «Ненавижу я вас, кобелей прохлятых!» «Так», — строго сказал Иван, «давай-ка рассказывай, а то всё намёками, да намёками, а сути не разберёшь. Кто кобелей? Почему кобелей? Кого поминать? Как звали? Надо?» «Так если всех вспомнить, это целые мемуары получатся!» «Я охотно призналась бабы-яга». «Мемуары? Так мемуары!» — согласился Иванушка. «Я не тороплюсь никуда! Сказывай давай!» «Ну так вот, сказ первый! Добрый молодец!» «Ну, чаще всего сюда добрые молодцы наведаются», — начала баба-яга. «На вид мужики сказочные, умереть не встать, кровь с молоком, касая сажень в плечах. Только есть у них один недостаток — от сюжета ни ногой. Вот они мне тут сладкие речи поют, приятные слова говорят, А сами только и думают, как свой интерес цеблюсти. Все же знают, что я женщина демоническая, и штуки волшебные у меня есть, И заклинания в избытке, и связи сказочные опять же. Кому там надо со змеем Горынычем сразиться? Или яблоко молодильных добыть, или ещё чего невыполнимое сотворить? Все ко мне. И ну тут мелким бесом рассыпаться. Это я что-то не поняла, ну ладно. Ну, я женщина одинокая, по общению изголодавшая. Сначала, конечно, как положено, в штыки, но потом на видержу, растаю, душу распахну. А они, эти самые добрые молодцы, всё как один, добьются своего поутру. Астала виста, бэби. По-нашему, прощай, баба-яга. В общем, наплюют мне в эту самую душу. И пишите письма. Оказывается, у всякого на примете какая-нибудь Мария Марьевна, Мария Марьевна, или Елена Прекрасная, или вовсе царская дочь. Так спрашивается, при чём здесь я? Я им что, трамплин для выходного брака? Это мне как женщины крайне обидно. Так сама же говоришь. По сюжету положено, посочувствовал Иван. Сама, по сути, кому же им ещё за помощью идти, если больше в сказке нет никого. Так вот я и думаю. Это какой же злодей положил мне такую жизненную линию? Пригорюнилась баба-яга. Ну, просто сказочное свинство. Ведь мне тоже хочется простого женского счастья. Так может, ну, у нас добрых молодцев? Осторожно предложил Иван. Попробуй другую сказку, другой секрет. Так может, ну, у нас добрых молодцев? Осторожно предложил Иван. Попробуй другую сказку, другой сюжет. А я-то не пробовала. Звелась баба-яга. Я ведь дома. Я ведь дама предприимчивая. Могу и в чужую сказку заглянуть. Ну, вот и заглянула на свою голову. Связалась с зелёным змеем. Чтобы он был не лазен. Это ты про Горыныча догадался, Иван? Ну? Он ведь как... Оно ведь как получилось. Сказ второй. Змей Горыныч. Змей Горыныч мужчина южный, видный. Корпусной, горячий. Прям огнедышащий. Ну, думаю, за таким, как за каменной стеной. Оказалось, вся эта огненность за счёт употребления алкогосодержащих жидкостей происходит. Налакается Брашки. Весь такой бравый. Прям дым из нас дрей валит. И глаза огнём сверкают. Пройдёт сопало, свернётся в кольцо и дрыхнет неделями. А жизнь-то идёт. Она неделю ждать не будет. Вот и пришлось мне опять самой крутиться. Да тут ещё разбери это. Он по пьянке с богатырями рассорится. Они ему башку в горячах снесут. И потом у него раны залечивают. Хорошо ещё, что у них три этих башки-то. Да быстро новые отрастают. А то бы и насмерть мечами затюкали. А тут он и на меня с пьянки глаз наезжать стал. Я ему чего говорить начну? А он выпучит свои бесстыжи зеньки. Пасть разнёт. И ну реветь. Мол, женился неудачно. Тоже мне жена. Не понимаешь меня? Что за глупая баба? Только пилишь. Яга ты форменная. Это с его лёгкой руки меня бабой Ягой назвать стали. А зачем пилила? Спросила Иван. Так что же мне ждать, пока муж от спирта сгорит? Ну пусть истинные. На путь истинный наставляла. Такого не настаешь. Ну вот и я до того же допёрла. Ушла от него и снова замуж вышла. На этот раз за иностранца. Графом Дракулой звали. Я его на шибаше подцепила. Ну и того. Заделалась графиней. Ну так вот. Сказ третий. Граф Дракула. И что? Заинтересовался Иван. Сильно от отечественного производителя отличается. Ох, Иванушка. На вид-то оно, конечно. Ведь такой лащёный, обходительный голос, тихий, всё по этикету. С придыханием ручку целовал, комплименты делал, лютики, цветочки, то-сё. Замок, опять же, сказка. Только вот нутро под фраком у него гнилое оказалось, вампирское. Стало я замечать, что он из меня жизненные силы сосёт. Вкратчиво так, незаметно. Каждый день ему рубашку на крахмаленую подай. Гроб, в котором отдыхает, тряпочкой отполируй. Солнца в доме, чтобы не было ни-ни. Ни ногой из дома тоже никуда. А когда у него гости, так мне и показываться не велено было. Встретила у парадной лестницы и марш в свои покои. А у них там веселье. В общем, не выдержала я. Спрашиваю. Я тебе жена или домоработница? А он мне, я специально, между прочим, на Руси жену искал, потому как русские фемины видны из себя работящие и неприхотливые. Но я метлу свою из шкафа достала и домой в дремучий лес. Очень мне надо, чтобы какой-то хлыщ заморский из меня крошку русскую пил. Это точно, — покивнул Иван. За державу обидно. У нас, ежели что, своих кровопийцев хватает. Во-во, — подхватил Бабыга. Такой-то мне как раз и попался. Форменный кровопийц. Решила я, раз уж годы не юные, а замуж все хочется, так хоть за богатого. И пошла я за кощей бессмертного. Ох, и лихо ты, матушка, — крякнул Иван. Лихо да не умна, — закрученилась Баба-яга. Из огня да в полымя. Сказ четвертый. Кощей бессмертный. Про Кощеево сокровище много слуха входит. И все правда. Богатства у него несметные. Он ведь бессмертный. Копит их до начала времен. И сам не помнит, сколько у него чего. Каменья драгоценные, россыпи. Денежки мешками. Меха, соболи, связками. Берей сколько хочешь, он и не заметит. Ну и брала бы, — посоветовал Иван. А нафига, — горестно спросил Баба-яга. Мы же не выходили никуда. Кощей-то на здоровье своем задвинут. Ему кто-то предсказал, что смерть его в игле. Игловица, и яйца в утке, ну и так далее. Ну вот он и носится с этими яйцами и утками. То анализы собирает, то давление мерит. Трясется над ними, трясется над своим бессмертием. Я из самого, а из самого уже песок сыпется. И ни о чем, кроме болезни, не разговаривать не желает. Я ему говорю, так может на свежий воздух. Или зарядку, там плавание. В открытых водоемах. А он на меня. Ты что, погубить меня вздумала, старая ведьма? Ах ты, думай, опять незадача. Ведь сам-то ладно привык. Сам-то ладно привык. А мне... Сгноит меня. Так и буду ему всю жизнь утку туда-сюда носить. Нет, думаю, шапишь. Не хочу я остаток жизни провести с Кощеем. Я-то не бессмертна. Мне еще пожить хочется. На травке зеленой поваляться. В ступе под луной полетать. Нет уж, думаю. Надоели мне эти старые пердуны. Буду себе помоложе искать. Ну, и нашла? Восхитился Иван. А как же! Моя последняя любовь. Мальчик-спачек звали. Сказ пятый. Мальчик-спачек. Я его в ИСУ подобрала. Сгинул бы. Заблудился. Он весь тихий, хрупкий был. Незащищенный. Чисто эльф заморский. Глазки ясные. Сам такой трогательный. Ну, я его и привела в дом. Поначалу все хорошо было. И вот честно тебе скажу. Я с ним прям расцвела. Ласковый такой был. Нежный. Он мне про свою жизнь простую рассказал. Как она его по голове долбила. Я его пожалела. Достала же ему от жизни. Тем более, что такой маленький. Слабоватый. Не мужчина, а мужчинка. Ну, в моем положении на Илью Мурубца рассчитывать не приходится. Илья Мурубца решила, что как уж есть, того и буду любить. Во мне ее стало скрыто любви-то этой. А, во мне ее стало скрыто любви-то этой. Это что означает? И что же это? Не сладилось у вас? Поторопил ее Иван. Да вроде и сладилось. Только вот боялся он всего. От избушки отойти боится. В лес по ягоду боится. Сковородку в печь сунуть тоже боится. Сидит целыми днями. Палочку строгает. Или песенки поет. Я уж его и так, и так пыталась к делу приспособить. Думаю, ну хоть в колдовских заботах мне станет помогать. Нет. И это боится. Одно слово мачек-спачек. Но я ничего. Терпела. Слово худого ему не говорила. Не сказала. От чего ушла-то? Не выдержал Иван. От чего ушла-то не выдержал Иван? Да не я ушла. Он ушел. Еще вернее я его ушла. Тяжело вздохнула баба Яка. И ведь как ушел подлец. Я ему говорю. Мол, пока синим сидеть будешь, мужиком не станешь. Так и проживешь. В мальчик-спачеках. А он мне в ответ. Да если бы не ты, я бы давно уже богатырем заделался. Ты, мол, сильная женщина натурой своей подавляешь меня. Я с тобой не расту, потому как ты мне не даешь. Ты прикинь, каково мне это слушать было. Я же еще в виноватых осталась. Но я ему отвечаю. Раз так, то иди, расти. А я тебя, дармоеда, кормить, поить задарма. Тут больше не намерена. Но на другой день он и свалил. При мне-то, конечно, побоялся. Я пока-пока делам летала. Поскидал в котонку все волшебные вещи, которые на себя унести смог. И испарился. Ну и я догонять его не стала. Чего уж там. Невелика потеря. А дальше что? Спросил Иван. А дальше стала жить, как сказкой предписано. Грустно ответила Баба-яга. Сижу вот в лесу, добрых молодцев принимаю, на ум наставляю, да в путь провожаю. Чего еще делать одинокой бабе? Хоть бы и еге. Ты-то чего явился? Доведешь себя не по правилам. Просить чего будешь? Так проси, пока я добрая. Блины у тебя вкусные, сказал Иван. Мастерец. Ты волшебница. Одно слово. Да ладно, засмущалась Баба-яга. Для хорошего человека не жалко. Проси уж. А попрошу я тебя, вот что, решился Иван. Баньку еще раз истопишь? Так топило же уже, удивилась Баба-яга. Второй раз вроде как не по сюжету. А мы от него отступим. Чуток. Ага, предложил Иван. Ты вот меня парила венечком, хлистала. А теперь давай я тебе попарю. В виде ответной услуги. Баба-яга думала недолго. Мигом баньку соорудила. Кто же от таких заманчивых предложений отказывается? Сроду ведь еще ни один добрый молодец не догадался ей косточки попарить. Венечком постучать. В бане выяснилось, что Баба-яга вовсе не такая старая, как казалось. Кожа от копоти отмылась. Космы расправилась, лицо разгладилось, а фигурка, и все как у молодой. В общем, женщина в соку. И кто бы мог подумать. Парил ее Иван, истово от души. И из ковша то холодной водице окатывала, то горячей. Яга только постановала, повизгивала, до бока подставляла. А когда спару-то вышла на белый свет, Иван только ахнул-охнул. Мать честная, да ты ж красавица. Не в сказке сказать, не пером описать. Ну да, я такая, скромно потупилась Баба-яга. Сказочная женщина, в общем. А ты чего ту был? Так сначала то, что мне старухой показалось. А задачина потер лоб Иван. Проси уж. Да ладно, чего там засмеялась Баба-яга. Не ты один обманывался. Это ж не истинное мое лицо было. А маска такая, когда женщина без ласки живет, в одиночестве, да в прошлом одни разочарования, она в Бабу-ягу и превращается. Чтобы не лезли к ней и не приставали душу, не береги и не теребли. А под маской-то она завсегда женщина. А некрасивых женщин ни в коем возрасте, ни в каком не бывает. Чтоб ты знал. Ну, дела, только и выговорил Иван. Ладно, Иванушка, распотешил ты меня, уважил, оттаяла я. Давай уж, говори, зачем пришел. Ни в чем не откажу. Топор у тебя есть? Деловито спросил Иван. Есть, удивилась Баба-яга. Только он не волшебный. А мне волшебный не надо, ответил Иван. Мне такой, чтоб дрова рубил. А то я баню очень уважаю, каждый день бы парился. А у тебя дрова на исходе. Нам вдвоем-то знаешь теперь, сколько дров понадобится. Так еще и зима впереди. И на этом мемуары Иги заканчиваются, потому что дальше начинается уже совсем другая сказка. О да!